Да, за нами примерно такая же вереница. Ха-ха. Вот вам и организация дорожного движения. Где раньше можно было прокатиться с ветерком, теперь транспортный коллапс. Около часа наши коллеги добирались до работы. Огромные пробки образовались сегодня из-за нового светофора, что установили недалеко от Павловского тракта. На улице 2-я строительная. Ах, вот ты негодяй, из-за которого сегодня мы все опоздали на работу. А зеленый горит всего 15 секунд. За это время успевают проехать не больше 5-6 машин. Новый светофор на 2-й строительный установили для того, чтобы разгрузить Павловский тракт. Разгрузили. Вот только теперь в часы пик водители, которые едут со 2-й строительной в сторону центра или того же Павловского тракта, вынуждены коротать время в пробках по 40 минут, а то и по часу. Сегодня пробка, говорят, стояла от Юрина. А раньше проскакивали все потихоньку полигонии. Вы сами понимаете, Советская армия постоянно стоит бы, и чаще всего именно от заправки уже. Либо ездить по Советской армии и стоять там, либо ехать по Малахово по Павлику сюда, либо этим путем. Но так как раньше путь занимал намного дольше, я ездил в основном здесь. Но так как здесь светофор уже появился, я только сейчас об этом узнаю, ну, теперь будем и тут стоять. Дорога по 2-й строительной стала очень востребованной после закрытия моста на новом рынке. Дабы не стоять в пробках на Калининой, на Советской армии, автомобилисты проскакивали по 2-й строительной и выезжали в центр. Но с новым светофором проскочить уже вряд ли получится. В интернете, в соцсетях всплеск негодований. Заработал светофор. Прям Советскую армию разгрузить, ага. Теперь одной улицы с пробкой больше. Молодцы. Паловский тракт из центра стал свободен. Ну зачем? Зачем нужен был светофор? Уважаемые дорожные службы, дайте комментарии. В ГИБДД города ситуацию пока не комментирует. Барнаульский комитет по дорожному хозяйству письменно пояснил следующее. Схема движения будет действовать только на время реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Автомобилистам остается набраться терпения и не рисковать, как это было сегодня. Некоторые выезжали на встречку, а это чревато серьезными последствиями. Пострашнее образовавшихся пробок. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком.